глава 16 союз меча и орала когда женщина стареет с ней могут произойти многие неприятности могут выпасть зубы посидеть и придеть волосы развиться одышка может нагрянуть тучность может одолеть крайне худоба но голос у нее не изменится он останется таким же каким был у нее гимназисткой невестой или любовницы молодого повесы поэтому когда полисов постучал в дверь и елена станиславовна спросила кто там воробьянина вдрогнул голос его любовницы был тот же что и в девяносто девятом году перед открытием парижской выставки но войдя в комнату и сжимая веки от света и полит матвеевич увидел что от прокурорши не осталось и следа как вы изменились сказал он невольно старуха бросилась ему на шею спасибо сказала она я знаю чем вы рисковали придя ко мне вы тот же великодушный рыцарь я не спрашиваю вас зачем вы приехали из парижа видите ли я не любопытно но я вовсе приехал не из парижа растерянно сказал воробьянинов мы с коллегой прибыли из берлина поправил остап нажимая на локоть ипполита матвеевича но об этом не рекомендуется говорить ах я так рада вас видеть возопила гадалка войдите сюда в эту комнату а вы виктор михайлович простите но не зайдете ли вы через полчаса о заметила 100 первое свидание трудные минуты разрешите и мне удалиться вы позволите с вами любезнейший виктор михайлович слесарь задрожал от радости оба ушли в квартиру полисова где остап сидя на обломке ворот дома номер пять по перелешинскому переулку стал развивать перед оторопевшим кустарем одиночкой с мотором фантасмагорические идеи клонящийся к спасению родины через час они вернулись и застали стариков совершенно разомлевшими а вы помните ипполит матвеевич говорила елена станиславовна а вы помните елена станиславовна говорил ей ипполит матвеевич кажется наступил психологический момент для ужина подумал остап и прервав ипполит матвеевича вспоминавшего выборы в городскую управу сказал а вы знаете в берлине есть очень странный обычай там едят так поздно что нельзя понять что это ранний ужин или поздний обед елена станиславовна встрепенулась отвела кроличий взгляд от воробьяниного и потащилась к кухню а теперь действовать действовать и действовать сказал остап понизив голос до степени полной нелегальности он взял полисова за руку старуха не подкачает надежная женщина полисов молитвенно сложил руки ваше политическое кредо всегда восторженно ответил полисов вы надеюсь кирилловец так точно полисов вытянулся в струну россия вас не забудет рявкнул остап ипполит матвеевич держа в руке сладкий пирожок с недоумением слушал остапа но остапа удержать было нельзя его несло великий комбинатор чувствовал вдохновение это упоительное состояние перед выше средним шантажом он прошелся по комнате как барс в таком возбужденном состоянии его застала елена станиславовна с трудом тащивший из кухни самовар остап галантно подскочил к ней перенял на ходу самовар и поставил его на стол самовар свистнул остап решил действовать мадам сказал он мы счастливы видеть в вашем лице но он не знал кого он счастлив видеть в лице елена станиславовны изо всех пышных оборотов царского режима вертел из голове только какое-то милостиво повелеть соизволил но это было не к месту поэтому он начал деловито строгий секрет государственная тайна остап показал рукой на воробьянинова кто по-вашему этот мощный старик не говорите вы не можете этого знать это гигант мысли отец русской демократии и особо приближенные к императору и полит матвеевич стал во весь свой прекрасный рост и растерянно посмотрел по сторонам он ничего не понимал но зная по опыту что остап бендер ничего не делает зря молчал в полисове все происходящее вызывало дрожь он стоял задрав подбородок к потолку в позе человека готовящегося пройти церемониальным маршем елена станиславовна села на стул в страхе глядя на остапа наших в городе много спросил остап напрямик каково настроение в городе при наличии отсутствия сказал виктор михайлович и стал путан объяснять свои беды тут был и дворник дома номер пять возомнивший о себе хам и плашки в три восьмых дюйма и трамвай и прочее хорошо грянул остап елена станиславовна с вашей помощью мы хотим связаться с лучшими людьми города которых злая судьба загнала в подполье кого можно пригласить к вам кого ж пригласить максим петровича разве с женой без жены поправил остап без жен вы будете единственным приятным исключением еще кого в обсуждении которому деятельно примкнул и виктор михайлович выяснилось что пригласить можно того же максим петровича чарушникова бывшего гласного городской думы а ныне чудесным образом сопричисленного кликусов работников хозяина быстро упака дядьева председателя одесской бубличной артели московские баранки кисляцкого и двух молодых людей без фамилии но вполне надежных в таком случае прошу их пригласить сейчас же на маленькое совещание под величайшим секретом заговорил полисов я побегу к максим петровичу за не кеши и владей а уж вы елена станиславовна потрудитесь и сходите в быстро упак и за кислярским полисов умчался гадалка с благоговением посмотрела на ипполита матвеевича и тоже ушла что это значит спросил ипполит матвеевич надувая щеки а это значит ответил остап что вы отсталый человек почему а потому что простите за пошлый вопрос сколько у вас есть денег каких денег всяких включая серебро и медь 35 рублей и с этими деньгами вы собрались окупить все расходы по нашему предприятию ипполит матвеевич молчал вот что дорогой патрон мне сдается что вы меня не понимаете вам придется побыть часок гигантом мысли и особый приближенный к императору но зачем а затем что нам нужен оборотный капитал завтра моя свадьба я не нищий и я хочу пировать в этот знаменательный день а что же я должен делать простонал ипполит матвеевич вы должны молчать иногда для важности надувайте щеки но ведь это же обман это кто говорит это говорит граф толстой или дарвин нет я слышу это из уст человека который еще вчера только собирался забраться ночью в квартиры грицацуевой и украсть у бедной вдовы мебель не задумывайтесь молчите и не забывайте надувать щеки к чему ввязываться в такое опасное дело ведь могут донести об этом не беспокойтесь на плохие шансы я не ловлю дело будет поведено так что никто ничего не поймет давайте пить чай пока консессионеры пили и ели а попугай трещал скорлупой подсолнухов в квартиру входили гости никеша и владя пришли вместе с полисовым виктор михайлович не решился представить молодых людей гиганту мысли молодые люди засели в уголке и принялись наблюдать за тем как отец русской демократии ест холодную телятину никеша и владя были вполне созревшие недотепы каждому из них было лет по 30 им видно очень нравилось что их пригласили на заседание бывший гласной городской думы чарушников тучный старик долго тряс руку ипполита матвеевича и заглядывал ему в глаза под наблюдением остапа старожилы города стали обмениваться воспоминаниями дав им разговориться остап обратился к чарушникову вы в каком полку служили чарушников запыхтел я я так сказать вообще не служил потому что будучи облечен доверием общества проходил по выборам вы дворянин да был вы надеюсь остались им и сейчас крепитесь потребуется ваша помощь полисов вам говорил за границы нам поможет остановка за общественным мнением полная тайна организации внимание остапа отогнал полисов от никеша и влади и с неподдельной суровостью спросил в каком полку служили придется послужить отечеству вы дворяне очень хорошо запад нам поможет крепитесь полная тайна вкладов то есть организации внимание остапа несло дело как будто налаживалась представленной еленой станиславовны владельцу быстро упака остап отвел его в сторону предложил ему крепиться осведомился в каком полку он служил и обещал содействие за границей и полную тайну организации первым чувством владельца быстро упака было желание как можно скорее убежать из заговорщицкой квартиры он считал свою фирму слишком солидной чтобы вступать в рисковое дело но оглядев ловкую фигуру остапа он поколебался и стал размышлять а вдруг впрочем все зависит от того под каким соусом все это будет подано дружеская беседа за чайным столиком оживилась посвященные свято хранили тайну и разговаривали о последних городских новостях последним пришел гражданин кислярский который не будучи дворянином и никогда не служа в гвардейских полках из краткого разговора с остапом сразу уяснил себе положение вещей крепитесь сказал остап наставительно кислярский пообещал вы как представитель частного капитала не можете остаться глухи к стонам родины кислярский сочувственно загрустил вы знаете кто это сидит спросил остап показывая наиполита матвеевича как же ответил кислярский это господин воробьянинов это сказал остап гигант мысли отец русской демократии и особо приближенные к императору в лучшем случае два года со строго изоляции подумал кислярский начиная дрожать зачем я сюда пришел тайный союз меча и орала зловеще прошептал остап 10 лет мелькнула у кислярского мысль впрочем вы можете уйти но помните у нас длинные руки и я тебе покажу сукин сын подумал остап меньше чем за сто рублей я тебя не выпущу кислярский сделался мраморным еще сегодня он так вкусно и спокойно обедал ел куриные пупочки бульон с орешками и ничего не знал о страшном союзе меча и орала он остался длинные руки произвели на него невыгодное впечатление граждане сказал остап открывая заседание жизнь диктует свои законы свои жестокие законы я не стану говорить вам о цели нашего собрания она вам известно цель святая отовсюду мы слышим стоны со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи мы должны протянуть руку помощи и мы ее протянем одни из вас служат и едят хлеб с маслом другие занимаются отхожим промыслом и едят бутерброды с икрой и те и другие спят своих постелях и укрываются теплыми одеялами одни лишь маленькие дети беспризорные находится без призора эти цветы улице или как выражается пролетарии умственного труда цветы на асфальте заслуживают лучшей участи мы господа присяжные заседатели должны им помочь и мы господа присяжные заседатели им поможем речь великого комбинатора вызвала среди слушателей различные чувства полисов не понял своего нового друга молодого гвардейца какие дети подумал он почему дети и полит матвевич даже и не старался ничего понять он уже давно махнул на все рукой и молча сидел надувая щеки елена станиславовна пригорюнилась никеша и владя преданно глядели на голубую жилетку остапа а владелец быстро упака был чрезвычайно доволен красиво составлено решил он под таким соусом и деньги дать можно в случае удачи почет не вышло моё дело шестнадцатое помогал детям и дело с концом чарушников обменялся значительным взглядом с дядьевом и отдавая должное конспиративной ловкости докладчика продолжал катать по столу хлебные шарики кислярский был на седьмом небе золотая голова думал он ему казалось что он еще никогда так сильно не любил беспризорных детей как в этот момент товарищи продолжал остап нужна немедленная помощь мы должны вырвать детей из цепких лап улицы и мы вырвем их оттуда поможем детям будем помнить что дети цветы жизни я приглашаю вас сейчас же сделать свои взносы и помочь детям только детям и никому другому вы меня понимаете остап вынул из бокового кармана удостоверение и квитанционную книжку попрошу делать взносы и полит матвеевич подтвердит мои полномочия и полит матвеевич надулся и наклонил голову тут даже несмышленный никешес владий и сам гениальный слесарь поняли тайную суть и насказание остапа в порядке старшинства господа сказал остап начнем с уважаемого максим петровича уважаемый максим петрович заерзал и дал от силы 35 рублей в лучшие времена дам больше заявил он лучшие времена скоро настанут сказал остап впрочем беспризорным детям которых я в настоящий момент представляю это не относится восемь рублей дали никешес владий мало мало молодые люди молодые люди зарделись полисов сбегал домой и принес 50 браво гусар сказал остап для гусара одиночки с мотором этого на первый раз достаточно что скажет купечество дядев и кислярский долго торговались и жаловались на уравнительные но остап был неумолим в присутствии самого ипполита матвеевича считаю эти разговоры излишними ипполит матвеевич наклонил голову купцы пожертвовали в пользу детишек по 200 рублей всего возгласил остап 488 рублей эх 12 рублей не хватает для ровного счета елена станислава надолго крепившаяся ушла в спальню и вынесла в старом ридикюле искомой 12 рублей остальная часть заседания была смята и носила менее торжественный характер остап начал резвиться елена станиславовна совсем размякла гости постепенно расходились почтительно прощаясь с организаторами одни следующего заседания вы будете оповещены особо говорил остап на прощание строжайший секрет дело помощи детям должно находиться в тайне это кстати в ваших личных интересах при этих словах кислярскому захотелось дать еще рублей 50 но больше уже не приходить ни на какие заседания он еле удержал себя от этого порыва ну сказал остап будем двигаться вы ипполит матвеевич я надеюсь воспользуетесь гостеприимством елены станиславовны и переночуете у нее кстати нам и для конспирации полезно разделиться на время а я пошел ипполит матвеевич отчаянно подмаргивала остапу глазом но тот сделал вид что не заметил и вышел на улицу пройдя квартал он вспомнил что в кармане у него лежат 500 честно заработанных рублей извозчик крикнул он визи феникс это можно сказал извозчик он неторопливо подвез остапа к закрытому ресторану это что закрыто по случаю первого мая ах чтоб их и денег сколько угодно и погулять негде но тогда валяй на улицу плеханова знаешь остап решил поехать к своей невесте а раньше как это улица называлась знаю а куда же ехать и я не знаю тем не менее остап велел ехать и искать часа полтора проколесили они по пустому ночному городу опрашивая ночных сторожей и милиционеров один милиционер долго пыжился и наконец сообщил что плеханова не иначе как бывшая губернаторская ну губернаторская губернаторскую я хорошо знаю 25 лет вожу на губернаторскую ну и езжай на губернаторскую приехали на губернаторскую но она оказалась не плеханова а карла маркса озлобленный остап возобновил поиски затерянной улицы имени плеханова и вот всю ночь безумец бедный куда б стопы не обращал не мог найти улице плеханова рассвет бредно осветил лицо богатого страдальца так и не сумевшего развлечься в советском городе виси в сорбону крикнул он тоже мне извозчик плеханова не знаешь чертог в то выгрец отцу его сиял во главе свадебного стола сидел марьяжный король сын турецко подданного он был элегантен и пьян гости шумели молодая была уже не молода ей было не меньше тридцати пяти лет природа одарила ее щедро тут было все арбузной груди краткий но выразительный нос расписные щеки мощный затылок и необозримые зады нового мужа она обожала и очень боялась поэтому звала его не по имени и даже не по отчеству которого она так кстати не узнала а по фамилии товарищ бендер и полит матвеевич снова сидел на заветном стуле в продолжении своего свадебного ужина он подпрыгивал на стуле чтобы почувствовать твердое иногда это ему удавалось тогда все присутствующие нравились ему и он неистово начинал кричать горько остап все время произносил речи спичи и тосты пили за народное просвещение и ирригацию узбекистана после этого гости стали расходиться и полит матвеевич задержался в передней и шепнул бендеру так вы не тяните они там вы стяжатель ответил пьяный остап ждите меня в гостинице никуда не уходите я могу прийти в каждую минуту уплатите в гостинице по счету чтобы все было готово адью фельдмаршал пожелайте мне спокойной ночи и полит матвеевич пожелал и отправился в сорбону волноваться в пять часов утра явился остап со стулом и полит матвеевича проняло остап поставил стул посредине комнаты и сел на него как вам это удалось выговорил наконец воробьянинов а очень просто по семейному вдовица спит и видит сон жаль было будить на заре ты ее не буди увы пришлось оставить любимой записку выезжая с докладом в новых оперск к обеду не жди твой суслик а стул я захватил столовой трамваи в эти утренние часы нет отдыхал по пути и полит матвеевич с урчанием кинулся к стулу тихо сказал остап нужно действовать без шуму он вынул из глубоких карманов плоскогубцы и работа закипела вы дверь-то заперли спросил остап отталкивая нетерпеливого воробьянинова остап аккуратно вскрыл стул стараясь не повредить английского ситца в цветочках такого ситца теперь нет надо его сохранить товарный голод ничего не поделаешь все это довело ипполита матвеевича до крайнего раздражения готова сказал остап тихо он приподнял покровы и обеими руками стал шарить между пружинами на лбу у него обозначилась венозная ижица ну повторял ипполит матвеевич на разные лады ну 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 и ну отвечал остап раздраженно один шанс против одиннадцати и этот шанс он хорошенько порылся в стуле и закончил и этот шанс пока не наш он поднялся во весь рост и принялся чистить коленки ипполит матвеевич кинулся к стулу во втором стуле бриллиантов не было у ипполита матвеевича обвисли руки но остап был по-прежнему бодр теперь наши шансы увеличились он походил по комнате ничего этот стул обошелся вдове больше чем нам остап вынул из бокового кармана золотую брошь со стекляшками дутый золотой браслет полдюжины золоченных ложечек и чайная ситечка ипполит матвеевич в горе даже не сообразил что стал соучастником обыкновенной кражи пошлая вещь заметил остап но согласитесь что я не мог покинуть любимую женщину не оставив они никакого воспоминания однако времени терять не следует это еще только начало конец москве а государственный музей мебели это вам не вдова там потруднее будет компаньоны запихнули обломки стула под кровать и подсчитав деньги а их вместе с пожертвованиями в пользу детей оказалось 610 рублей выехали на вокзал к московскому поезду ехать пришлось через весь город на извозчики на кооперативной они увидели полисова бежавшего по тротуару как пугливая антилопа за ним гнался дворник дома номер пять по перелешенскому переулку заворачивая за угол консессионеры успели заметить что дворник настиг виктора михайловича и принялся его дубасить полисов кричал караул и хам возле самого вокзала на гусище пришлось переждать похоронную процессию на грузовой платформе содрогаясь ехал гроб за которым следовал совершенно обессиленный варфоломеич каверзная бабушка умерла как раз тот год когда он перестал делать страховые взносы до отхода поезда сидели в уборной опасаясь встречи с любимой женщиной поезд уносил друзей в шумный центр друзья приникли к окну вагона проносились над гусищем внезапно остап заревел и схватил воробьяниного за бицепс смотрите смотрите крикнул он скорее альхин сукин сын и полит матвеевич посмотрел вниз под насыпью дюжий усатый молодец тащил тачку круженую рыжей физгармонией и пятью оконными рамами тачку подталкивал стыдливого вида гражданин в мышиной толстовочки солнце пробивалось сквозь тучи сияли кресты церквей остап хохоча высунулся из окна и гаркнул пашка на толкучку едешь паша эмильевич поднял голову но увидел только буфера последнего вагона и еще сильнее заработал ногами видели радостно спросил остап красота вот работают люди остап похлопал загрустившего воробьяниного по спине да ничего папаша не унывайте заседание продолжается завтра вечером мы в москве а